Виноградник Каждую весну древние греки устраивали дикие пиршества в честь бога вина Диониса. Римляне выславляли своего бога вина Бахуса. Благодаря обеим цивилизациям вино попало в Европу. Вино – субстанция, процент алкоголя в которой колеблется от 5,5% до 14%, а в крепленных винах может доходить до 20% и даже больше. Оно может быть красным, белым или розовым, сухим, полусухим или сладким, игристым, крепленным или ароматическим. Выбор огромен, но с помощью нескольких приемов вы научитесь разбираться в винах и расшифровывать ресторанную карту вин. Сначала вы должны понять, какое вино вам нравится – сухое, сладкое, легкое, крепкое. Вино может украсить любой вечер, создать праздничную обстановку или снять стресс. Исследования доказали, что умеренное потребление вина полезно для здоровья. Оно сокращает риск заболеваний сердца, развитие рака и инфарктов. Особенно полезны антиоксиданты, содержащиеся в красном вине. Рассказывает Кент Стивенсон, Сантера Вайн. Красное вино благоприятно влияет на скопление нездоровых клеток, как бы нейтрализуя их. Но такой эффект длится всего 24 часа. Поэтому мой совет – стакан вина каждый день, и доктор, вам не понадобится. Вино – неотъемленная часть многих религиозных церемоний. Христиане используют во время причастия красное вино, отождествляя его с кровью Христа. Вино также включено в еврейские традиционные церемонии. Мы перенесемся в калифорнийские виноградники, чтобы показать вам, как выращивают виноград и делают вино. Люди приезжают сюда, потому что им интересно, как растет виноград и делается вино. В конце дня им хочется знать еще больше. Рассказывает Билл Мерфи, владелец. Как выбрать вино, с какой едой его употреблять, как его пить, как наслаждаться букетом перед глотком – все это интересно. Каким должен быть бокал? От этого тоже многое зависит. Это повышает ваше наслаждение вином. Тому есть и исторические доказательства. Чем больше люди узнают, тем больше им это нравится. Это становится их страстью. Спасибо! Разновидности винограда Вся сорта винограда относятся к роду витис, но существует два основных вида винного винограда – витис винифера, сейчас его выращивают повсюду, но его родина – Евразия, и витис лабруско-американский абориген. 99% мирового вина делают из витис винифера. Существует примерно тысяча сортов винограда, хоть сколько-то пригодного для виноделия, но только 150 из них выращиваются в коммерческих целях, 30 актуальны в международном масштабе. Из них считаются классическими винными пять видов белого и четыре вида красного винограда. Они имеют собственную долгую историю. К пятиклассическим видам белого винограда относятся Шардоне, Шайненблан, Рислинг, Савиньонблан и Семейон. Шардоне – самый распространенный вид винограда. Виноделы любят его, потому что его легко выращивать. После посадки процесс роста – просто контролировать. Например, Савиньонблан нуждается в определенной почве. Оно может приобрести горьковатый привкус. А для Шардоне – пригодный климат и почва самого широкого диапазона. Шененблан может давать как сладкие вина, так и сухие, пригодные к длительному хранению. Самые известные сорта Шененблан выращивают во Франции в долине Луары. Шененблан – также самый распространенный сорт белого винограда в Южной Африке. В Калифорнии, в штате Вашингтон и Техасе его используют для производства легких фруктовых вин. Из Рислинга делают ароматные элегантные вина с низким содержанием алкоголя. Лучший Рислинг произрастает в Германии, Австрии, Нью-Йорке, французской провинции Льзас, Калифорнии, Австралии и Южной Африке. Савиньон-Блан дает вина с высоким уровнем кислотности. Во французской долине Луары из него делают знаменитые сухие вина Сансер и Пуи-Фуме. Калифорнийский винодел Роберт Мандави даже ввел термин «Фуме-Блан» для обозначения стиля вина из Савиньон-Блан. Также этот сорт успешно выращивают в Бордо, Новой Зеландии, Южной Африке, Чили и Аргентине. Семьон распространен в Бордо, где из него делают тонкие сухие вина. В небольшом регионе Сотерна под влиянием климата тонкую кожицу Семьона поражает благородная гниль, батритис. Из такого винограда делают превосходные сладкие вина. В Австралии из Семьона делают сухое вино, пригодное для длительного хранения. Часто Семьон смешивают с Савиньон-Блан. К четырем классическим видам красного винограда относятся Каберне Савиньон, Мерло, Пино-Нуар и Сира, известные также как Шарас. Каберне Савиньон – синоним самых серьезных красных вин, способных с возрастом улучшать качество и приобретать благородство. Вина, изготовленные из этого сорта, прекрасно хранятся в течение десятилетий, благодаря высокой концентрации тонинов – вещества, содержащегося в косточках и кожице винограда. Такие вина часто коллекционируют. Лучшие Каберне Савиньон выращивают во французской провинции Бордо, Американской Калифорнии, Италии и Австралии. В винограде Мерло тонинов меньше. Вины из Мерло зреют быстрее и обладают мягким вкусом. Мерло – традиционный партнер Каберне Савиньон. Регион Бордо во Франции известен своими винами Мерло, так же, как и Калифорния в США. Мерло выращивают в Италии, Чили, на Лонг-Айленде в Нью-Йорке, и в штатах Вирджиния и Вашингтон. У Пино-Нуар не такой яркий вкус и меньше тяркости, чем у Мерло и Каберне Савиньон. Из всех классических сортов, Пино-Нуар самый капризный, его сложнее всего выращивать. Он чувствителен к погодным изменениям и состоянию почвы, а его структура в процессе изготовления вина может меняться. Пино-Нуар выращивают во французской Бургундии, где он давит великие вина, в Орегоне, Калифорнии, Соединенные Штаты Америки, в Новой Зеландии. Во французской провинции Шампань и Спино-Нуар делают шампанское, часто в сочетании с Шардоне и Пино-Менье. Последний сорт классического красного винограда – Сира, известный в Австралии и Южной Африке как Шерас. Этот сочный темный сорт в основном произрастает во Франции, в Долине Роны, в провинциях Лонгидок и Руссион, в Американской Калифорнии, Австралии, Южной Африке и Чили. В Соединенных Штатах и других странах мира на винных этикетках указывают сорт винограда. Кабернес-Авиньон, Долина Напы, Шерас, Юго-Восточная Австралия, Шенен-Блан, Южная Африка, Кабернес-Авиньон, Аргентина, Кабернес-Авиньон, Шерас, Чили. На этикетках большинства европейских вин, однако, указывают прежде всего регион произрастания винограда. Кортон – это в Бургундии, Мозель-Саар-Рувер – это Германия, Барбера-Дасти – это Италия, Коронос – Каталония, Испания. Регионы произрастания винограда. Принято выделять два крупнейших винодельческих региона – Старый и Новый Свет. К Старому Свету относятся страны Европы. К Новому – Америка, Австралия, Новая Зеландия и Южная Африка. Французские вина Франция производит больше прекрасных вин, чем другие страны. Французские уверены, что на качество вина влияет главным образом Таруар, то есть особенности климата и почвы. Поэтому на этикетках прежде всего указывается место происхождения вина, а не сорт винограда. В соответствии с классификацией, все вина делятся на четыре категории. К первой, выше, относятся вины, имеющие наименование, контролируемые по происхождению, так называемые АОЦ. Французская система классификации старейшая и наиболее проработанная. Она регулирует правила виноградовства и виноделия в зависимости от региона. Например, белое вино Сансер может быть изготовлено только из сорта винограда, разрешенного к выращиванию во французской провинции Сансер с использованием принятых там способов выращивания. Система также регулирует урожайность, уровень алкоголя, технологию изготовления вина и содержание надписи на этикетке. К следующей категории относятся делимитированные вины высшего качества, имеющие наименования, контролируемые по происхождению. Это младший брат категории АОЦ. Далее идут местные вины, низшие категории столовые вины, которые составляют 70% всех вин Франции. Все категории проходят тщательную проверку перед маркировкой. Самые большие винные области Франции – Бордо, Бургундия, Божжоле, Шампань, Долина Роны, Долина Луары, Эльзас, Ланге-де-Круссион и Прованс. Бордо известен элегантными шато и прекрасными богатыми красными винами. Первоклассное качество именуется Гран-Крю. Большинство красных вин здесь – это смесь Мерло и Каберна-Совиньон, а белых – Совиньон-План и Семьон. В Бургундии виноградников мало, производство ограничено. Эта область известна своими сложными красными винами, изготовленными из сорта пинуар. Белое бургундское делают из шардоне. Регион Божжоле известен недорогими легкими фруктовыми винами, сделанными из винограда гаме. Такие вина уместны на вечеринке или пикнике. В Северной Роне делают дорогие пряные, полнотелые темные красные вина из сорта сера. Южная Рона известна среднеценовыми винами из винограда Гренаж. Долина Луара известна знаменитыми замками и белыми винами. Сансер и Пуи-Фюме – два известных сорта вин, изготовленных из Савиньон-Блан. Также известен Шенон-Блан из Вувре. Красные вина Луары делают из гаме и каберне-фран. Эльзас – единственная французская провинция, где вина называется в соответствии с сортами винограда. Этот регион известен своими богатыми, ароматичными, полнотелыми белыми винами, сделанными в основном из сортов – гивертстроминер, рейслинг, мускат и пеногри. Эльзас также производит легкие красные вина из винограда Пенонуар. Юг Франции больше известен производством недорогих местных и столовых вин, но в регионах, подобно Лангидо-Круссион, качество вин улучшается благодаря усовершенствованию виноделин. В Провансе делают красные, розовые и белые вина. В Шампании делают самые известные в мире игристые вина. По всему миру виноделы используют французский опыт виноградарства и виноделия. Итальянские вина Италия – самый крупный в мире производитель вин. Большая часть качественных дорогих вин делается на севере, а повседневные скромные вина – на юге. Основные винные провинции Италии – Пьемонт, Трентино-Альто-Аддиджи, Венето, Фриули-Венеция-Гиулия, Тоскана, Умбрия, Кампания, Апулия и Сицилия. Итальянская система классификации вин напоминает французскую и включает четыре категории от повседневных столовых вин, как, например, вино де Таболо, до высококачественных вин, де номинационе, диориджине, контролате и гарантито. Северная провинция Пьемонт известна двумя сортами красного вина, изготовленного из винограда Нибиола, Барбареско и Танинское, долгоживущее Бароло. Остальные красные вина делают из винограда Барбера и Дольчетто. Дольчетто – легкий виноград, напоминающий французские гамме. В Пьемонте также делают сладкие и гристое вина, асти из винограда мускат. Самый известный итальянский вино Кьянти делают в Тоскане, в регионе Кьянти, из винограда Санжевезе, добавляя также немного другого винограда, например, Каберне Сувеньон. В Венето делают белое сухое с фруктовым ароматом Суаве, из винограда Гарганега и Требьяно. В Венеции делают легкое вино Пино Гриджо, известное своим изысканным цитрусовым ароматом. На Сицилии делают крепленное вино глубокого темно-золотого цвета, Марсала, обычно его подают в качестве аперитива. Крепленным называют вино, в которое добавляют дополнительный алкоголь. Немецкие вина Германия известна своими легкими фруктовыми белыми винами. Из-за прохладного климата созревание винограда идет плохо, поэтому вина получаются с высоким уровнем кислотности и низким содержанием алкоголя. В классификации немецких вин учитывается степень зрелости винограда. Для начала все вина делятся на четыре категории. Высшие переводятся как «качественные вина с отличием», далее следует «качественные вина из определенных регионов», затем «немецкие местные вина» и «немецкие столовые вина». Первая высшая категория делится еще на пять по степени зрелости винограда. В вина невысокого качества обычно добавляют сахар, чтобы поднять уровень алкоголя. Этот прием называется шаптализацией. В Германии 13 винных областей. Самые известные – Рейнгау, Мозель-Сар-Рувер. Германия известна во всем мире своим «рислингом» и «айсвайном». Очень сладким десертным вином из естественно замороженного винограда. Обычно для этих целей используют сорт «рислинг». «Айсвайн» также делают в холодных районах Канады, США, Австрии, Чехии, Словении, Австралии и Новой Зеландии. Вина Старого Света. Испания – третья в мире страна по объему производства вина. Испанские вина классифицируются по системе сходной с итальянской. Самое известное испанское вино – Херрис или Шерри на английский манер. Это крепленное вино получают путем добавления виноградного спирта в перебродившее виноградное сусло. Другое известное испанское вино – Риоха. Здесь делают красные, белые и розовые вина. В Испании также делают белое и гристое вино Кава. Его производят по технологии, схожее с производством шампанского. В Португалии делают белые, красные и розовые вина. Однако самыми известными являются крепленные вина – Порто и Мадера. Порто – богатое, сладкое, крепкое вино. Его делают на севере Португалии, добавляя виноградный спирт в бродящее сусло до того, как весь сахар перегонится в алкоголь. Крепис Мадеры тоже повышают за счет виноградного спирта, а затем в течение нескольких месяцев выдерживают в бочках при высокой температуре. Это ароматное вино не только пьют, но и используют в кулинарии. Другие винные регионы Старого Света – это Венгрия, Румыния, Болгария, Словакия, Австрия, Швейцария и Греция. Вина Нового Света – США и Австралия. Новый свет включает США, Канаду, Южную и Центральную Америку, Австралию, Новую Зеландию и Южную Африку. Австралия известна винами из Шираза и Шардоне. Новая Зеландия – первоклассными Соминьон-Блан. Она также экспортирует Шардоне, Пину-Нуар и Мерло. В Южной Африке вино делают с 1659 года, с тех пор, как голландские поселенцы начали здесь культивировать виноград. Лучшие вино делаются в маленьких поместьях, большинство посредственных вин – в больших кооперативах. Большинство виноградников расположены в районе Кейп, на юго-западном побережье. В Южной Африке делают сухие белые, тонинные, красные, игристые вина, а также вина типа «Порто» и «Хереса». Самыми большими производителями вин в Южной Америке являются Чили и Аргентина. Чилийские вина широко известны хорошим соотношением цены и качества. Лидерами здесь являются красная Каберне-Соминьон и белая Шардоне. Аргентина – пятая в мире страна-производитель, однако до недавнего времени большинство аргентинских вин не поставлялись на экспорт. Страна славится Мальбеком – красным пряным бархатистым вином с довольно высоким содержанием алкоголя. Аргентина также экспортирует Каберне-Совиньон, Шардоне и легкое белое вино «Торонтос». Холодные канадские области идеально подходят для выращивания Шардоне, Пину-Нуар и Рислинга. Лучшие вина делают в Антарио и Британской Колумбии. Вина также делают в Новой Шотландии, Альберте и Квебеке. Канада – лидер по производству ледяного вина. Его делают в Антарио и Британской Колумбии, в основном из Рислинга и Каберне-Франс. США – четвертый в мире производитель вина. Несмотря на то, что употребление вина в США было не так распространено, как в Европе и Южной Америке. Виноделие зародилось на восточном побережье, в Калифорнии, еще в середине 19 века. Также вино делают на северо-западном побережье Тихого океана, в Орегоне и штате Вашингтон. В Штате Нью-Йорк, Техасе и Вирджинии. В Калифорнии делают 95% американского вина. Здесь делают вина по качеству и стилю, близкие к великим французским винам. Виноградник. Все начинается с виноградника. Наука выращивания винограда и изготовления вина называется виноделием. Главное – климат. В идеале это жаркие солнечные дни и прохладные ночи. Нам в Калифорнии с этим повезло. Туманы бывают очень редко, и здесь очень тепло. Виноград хорошо растет, но все-таки и не слишком жарко. Это важно. Его выращивают в долине Напа, Сонома, начиная от Мендосина и до Санта-Барбары. Также важна сама почва. Посмотрите, как аккуратно спускаются виноградники. Таким образом, почву легко удобрять и орошать. Для выращивания винограда такие условия идеальны. В выращивании винограда важны климат, место расположения и почву. Они помогают определить, какой сорт винограда лучше культивировать в данной области. Это влияет на состояние корней. Самая важная корневая система. Какая почва ей подойдет лучше всего? Это влияет и на сопротивляемость местным вредителям, болезням типа филоксера, обеспечивает здоровый рост. Если вы хотите посадить каверный савиньон, вам нужно посадить его в почву, в которой приживутся корни. Опустите их в землю, разрежьте корень. Вот так. Возьмите два ростка и привяжите их пластиком, чтобы удержать ростки. Можно взять из других виноградников или даже из своего собственного. Итак, вы привили, а теперь ждете, пока росток проникнет в систему винограда. Тогда вся энергия корневой системы перейдет ему, и он начнет расти так быстро, что только успевайте следить. Управляющий виноградником Бен Скорсо вырос в семье фермера и закончил факультет сельского хозяйства в университете Калполи в Сент-Луисе. Моя обязанность заключается в работе над выращиванием винограда и производстве вина с теми характеристиками, которые требуются. Почва очень важна не только для роста здорового винограда, но и для получения нужного стиля вина. Вкус может быть мягким или, наоборот, терпким. Наличие определенных минералов в почве может очень сильно изменить вкус вина. Мы питаем виноград, чтобы он рос хорошо и продолжал плодоносить. Также мы контролируем систему сбора, чтобы все шло идеально. Есть еще система контроля за птицами, потому что птицы могут сильно попортить виноград. Конечно, проблемы с птицами возникают, с орлами, например. Нам приходится ставить специальные отпугивающие системы. Когда виноград поспевает, нужно особенно тщательно следить за ним. Мы контролируем качество фрукта, листьев, отпугиваем птиц и переходим к финальной части – сбора винограда. Клоу-де-Шанс использует автоматическую ирригационную систему, которая включается сама и контролирует процесс орошения. Орошение – важная процедура. Иногда мы его приостанавливаем, чтобы снизить темпы роста винограда, например, когда особенно активно растут листья. Ведь нужно соблюдать определенный баланс. Также можно приостановить рост самого фрукта, чтобы ягоды были меньше. Соответственно, будет больше кожицы. А вкус многих вин, особенно красных, зависит от самой кожицы винограда. Мы также используем альтернативную посадку. Сажаем один ряд, а другой оставляем как есть со всеми травами, корнями, оставшимися с прошлой зимы. Мы оставляем его. Так создается среда для хороших жучков, которые помогут справиться с плохими, так что мы всегда оставляем один ряд незасаженным. Мы находимся в долине Сонома. Можно понять, что сейчас зима, потому что нет листьев. Сейчас он отдыхает, спит. Ростки прививают именно в этот период, когда нет активного роста. Вот к этим местам прививаются два ростка, каждый из которых пустит новый зеленый побег. А у каждого побега будет минимум две грозди. Таким образом, мы контролируем количество винограда, который можно получить с одного куста. Весны побеги начинают расти, выпуская грозди с бутонами. Бутоны потом цветут и превращаются в виноградинки темно-зеленого цвета. Тогда можно оценить качество наших ягод. Это можно понять еще до периода сбора урожая. В августе происходит созревание, грозди становятся сладкими, мягкими и меняют цвет. Белый виноград становится менее зеленым, а красный становится красным. Теперь виноград проверяют чаще на предмет аромата, содержание тонинов, уровня кислотности, проценты сахара, развитие самих ягод в грозди. И таким образом определяется пик зрелости, тестируется количество сахара и уровень кислотности. Виноград проверяется на мягкость, развитие цвета. Также виноград пробуется на вкус для определения уровня тонинов, то есть терпкости и различных оттенков аромата и вкуса, а также послевкусие. Мы рассматриваем семена, проверяем, стали ли они из зеленых, темно-коричневыми. Мы проверяем и сам цвет, чтобы убедиться, что он соответствует стандарту. Мы используем рабочую силу. Первоклассный виноград собирается вручную. Просто машина не может понять, где листья, а где гроздь. А рабочие делают это легко. Да и сбор так происходит качественнее. И в чан не попадает всякий мусор, который может испортить вкус вина. Как только виноград попадает сюда, его отправляют на сортировочный стол, чтобы удалить остатки веточек, листья, которых не должно быть в конечном продукте. Со стола виноград попадает в камеру, где с плодоножек обрывает все ягоды. Этот процесс происходит в самой камере. А после этого раздавленные ягоды попадают в чан, где проходит процесс брожения. А побочные продукты, веточки и прочее убираются в специальное место, где из них приготовляют компост. Виноделье И здесь у нас в чане собранный красный виноград. Он может находиться в такой вот посуде или даже в таких огромных чанах. Нужно, чтобы контакт сока с кожей происходил как можно дольше, чтобы вину перешел красный цвет и аромат. Во время брожения кожа поднимается наверх из-за выхода СО2. Это обычный процесс. СО2 образуется из сахара и алкоголя. Именно он поднимает кожу. Но если оставить ее наверху, у вина будет очень светлый цвет, а кожа сверху будет совсем сухая. Поэтому приходится опускать ее, опускать, опускать. Этим приходится заниматься по пять раз на день, чтобы убедиться, что цвет будет ровным и красным. И кожа тоже даст сок. Видите, какой он пенистый, красивого красного цвета. Этот же процесс происходит и в такой большой емкости. Смотрите. Потом мы снова запускаем в чан этот же сок, чтобы он увлажнил содержимое бака. Есть еще пара вещей. Да, пара вещей. Это не только смачивает поверхность чана, но и запускает кислород. Это важно. Кислород важен во время брожения. Он помогает при разложении сахара. Когда мы впускаем кислород, это помогает завершить процесс брожения. Это может продолжаться до 14 дней. Иногда мы делаем это немного дольше. Когда процесс брожения подходит к концу, мы испускаем весь выделившийся сок в другой сосуд. Оставшиеся кожицы мы кладем под пресс. Нажимаем и выдавливаем оставшийся в них сок. Это одно из отличий белого вина от красного. Вы помните, как важно, чтобы в красном вине сохранялся контакт с кожурой для получения цвета. С белым вином все по-другому. Кожура винограда удаляется сразу же. Свежесобранный виноград сразу же попадает в пресс. Его начинают давить, выжимая из ягод сок. Сок поступает в баки, а с кожурой покончено. Мы отсылаем ее обратно на виноградник, где из нее делают компост. Видите, сок еще мутный, процесс брожения продолжается. Работа продолжается. Сахар перерабатывается в алкоголь. Процесс в самом разгаре. Мы видим, какое количество сахара было добавлено. Все еще впереди. В белом винограде кожура не важна. Важен только сок. Это основная разница между белым и красным вином. Белое вино может подвергаться брожению в таком баке или даже в бочке. Как только процесс заканчивается, вино выкачивает из бака. Затем оно может сразу же разливаться по бутылкам. Иногда мы можем хранить его здесь от 4 до 6 месяцев. Розовые вины делают из красного винограда. Это многие знают. Вы просто выдавливаете сок, при контакте с кожурой он слегка окрашивается. Вы убираете семечки и кожуру, и у вас остается розовый сок. Вы обращаетесь с этими винами так же, как и с белыми. Мы собираем очень приятный на вкус виноград, а потом делаем из него высококачественное вино Берринджер. Брожение останавливается при помощи охлаждения и некоторых других мер, чтобы процент алкоголя оставался нужным и не приходилось добавлять лишнего. Так как сохраняется фруктовый вкус и естественный аромат винограда, такое вино не хранят, а распродают сразу же. У розе цвет потемнее. Оно делается в лучших французских традициях. В основном его изготавливают из сорта сера. Процесс брожения длится день. Потом кожуру удаляют, сок становится такого розового цвета, процесс брожения заканчивается уже без кожуры. Итак, вино перебродило. Кожуру удалили, выжили из нее сок. Теперь новое вино из баков разливается в бочки. Для вина мы используем в основном французские бочки. Но и американские тоже, в зависимости от того, как долго вино будет в бочке, мы решаем, какую бочку выбрать. Для длительного хранения используем французские бочки. Они сохраняют качество вина. Иногда при хранении в американских бочках длительное время появляются дополнительные примеси в аромате и вкусе. Но если период хранения короткий, тогда, конечно, американский дуб. Прекрасный выбор. Смело заливайте вино в американские бочки. В этой комнате влажность и температура контролируются. Влажность должна быть не выше 80%, чтобы не происходило возможного при более низком проценте испарения. Температура около 10 градусов. Вино в бочках. Процесс завершился недавно, но вино придется бродить еще раз, чтобы яблочная кислота превратилась в молочную. Это помогает смягчить само вино. Как только этот процесс завершится, вино будет доставлено в пункт хранения на Востоке. Там вино разольют по емкостям, а бочки вернут на длительное хранение. Крепкие красные вина обычно выстаиваются в бочках дольше легких красных. Например, Каберне будет находиться в бочке два года, прежде чем его можно будет разлить по бутылкам. А Пино Нуар хватает всего 12-14 месяцев. А что касается белых вин, мы их тоже разливаем по бочкам. Им хватает всего 6 месяцев. Мы будем приходить сюда, контролировать вино в период выдержки. Будем проверять осадок, чтобы убедиться, что вино остается пригодным для употребления, пока не придет время его разливать. Многие причисляют вино, изготовленные Робертом Мондави в Калифорнии, к разряду лучших французских вин. В 1965 году мистер Мондави открыл свой собственный винный завод. Винодельная Роберта Мондави стала первой построенной в долине Напа. Тогда это было очень важно. Люди хотели пить вино. Сейчас в долине Напа около 300 виноделин, из которых в 60-х были построены 30-35. Роберт верил, что способен создать лучшее. Он знал, что в Европе используют стальные баки. Он отправился за ними в Германию. Также он привез французские бочки и стал первым, кто стал их использовать. Он хотел доказать, что в Калифорнии можно делать вино, и оно будет ничем не хуже. Так Калифорния стала развиваться. А когда мистер Мондави отправился в Европу говорить о калифорнийском вине, произведенном в долине Напа, он взял с собой и остальных виноделов. Он подумал, что если европейцы увидят, что мы массово делаем здесь вино, они поверят в высокое качество нашего продукта. Так оно и есть сейчас. мы делаем вино, его пьют и хорошо проводят время. И если вино остается неким магическим продуктом, значит, оно нам удалось. Здесь мы в основном держим баки для брожения. Так что это помещение называется комнатой брожения. Виноград поступает в них сверху. Во время процесса брожения мы получаем определенный цвет, аромат, также важна и тонинность, то, как вяжут во рту. Эти баки обеспечивают изоляцию, как эта куртка. Во время развития нашего вина в них поддерживается особая температура. Темное вино становится более терпким, а потом вследствие температурного режима процесс замедляется. Новое вино доставляют в бочковую комнату, которая находится под нами. И так сюда вино попадает, пройдя процесс брожения. Вино будет храниться в этих французских бочках в течение девяти месяцев. Так оно проявит свойства того винограда, из которого его сделали. в течение этих девяти месяцев бочка должна оставаться полной. Мы их доливаем. Но так, чтобы не произошло смешивание, все эти бочки из Франции. мы покупаем их у двенадцати разных компаний, у Бондарей. Они делают и баки, и бочки. Мы узнаем у компании, откуда древесина, из какого французского леса. Мы полагаем, что французские бочки обладают лучшими характеристиками. Древесина каждого поставщика способна придать вино особый аромат. Это как с почвой каждого отдельного виноградника. Некоторые из них моложе, а некоторые старше. После девяти месяцев мы начинаем перемешивать вина. Мы перемещаем их из этой комнаты в комнату смешивания, где вино выстаивает. Во время смешивания вино будет соприкасаться, смешиваться, а готовый продукт, который потом будет выстаиваться еще восемь-девять месяцев, будет уже почти таким же, каким вино попадет в бутылки. В этой комнате выстаиваются винные бочки. Они доверха наполнены вином. В течение семи месяцев их не трогают. Это вино не разливают. Оно выстаивается, пока его не выпустят на продажу. В это время производители вин пробуют его, постоянно проверяют, чтобы узнать, насколько улучшился его вкус. Купажирование. Купаж возможно самая интересная процедура в виноделии. На завод поступает много винных партий, но они хранятся отдельно. Мы занимаемся тем, что приходим в комнату и тестируем их. мы не знаем, что тестируем, что это за партия. Мы ориентируемся только на вкус, делаем записи. Этой процедурой мы занимаемся почти два года, так что это весьма долгий затратный процесс. За один раз мы пробуем около 80 вин. меня лично интересует баланс, какова структура вина, его вязкость, послевкусие, какой остается привкус, его аромат, пахнет ли оно приятно. Но возможно какой-то из компонентов не удовлетворяет. Ты задумываешься, насколько это меняет картину. В этом и заключается весь смысл процедуры. Винные бутылки Бутылки бывают различных форм и размеров. В основном используется бутылка 750 миллилитров. Есть большая на полтора литра, но есть бутылки на 375 миллилитров. Самая большая бутылка Суверен, в которой помещается 67 стандартных, а самая маленькая сплит, составляющая четверть стандартной. Обычно Каберне мы разливаем в такие бутылки, а пино и шардоне в такие. Сегодня мы делаем это только из соображений сохранения традиции. Сейчас наши технологии настолько очищают вино, что форма бутылки на это не влияет. Но раньше, особенно в провинции Бордо, они помещали Каберне в такие бутылки, потому что нужно было долго его хранить. Оно дольше выстаивалось, нужно было что-то большое и плотное. Также такое горлышко не позволяло примесям выходить. Они оставались в вине и не попадали в стакан. Зеленые бутылки из Бордо традиционно используются для красного Бордо, например, Каберне Савиньон и Мерло. Белый вин Бордо, например, Савиньон Блан и Семьон заливаются в бесцветное стекло. Коричневые бутылки используются для качественных красных вин и Сан-Джовезе. В провинции Бургундии, где делают Шардоне и Пино, такие бутылки использовали специально, потому что молодые вина практически не выстаивались, осадок не выделялся, они не стояли в бутылках, нужды в специальном горлышке не возникало. Это традиционная немецкая бутылка для вина. Обычно ее используют для рислинга. Киверт Страминера и Пиногри. Это очень узкая бутылка с тонким горлышком, особенно если сравнить с бутылками из Бургундии Бордо. Поговорим о бутылках для игристых вин или шампанского, потому что они очень отличаются от других. Первое, что вы замечаете, беря в руки бутылку игристого вина, то, что она гораздо тяжелее, чем другие винные бутылки. Причиной является то, что стекло тяжелее, потому что оно должно быть более прочным. Пузырьки углеводорода постоянно оказывают давление на стекло, поэтому оно должно быть прочным, чтобы его сдерживать. Также отличается и дно. Вы видите эту выемку, уходящую вверх, с низкими краями. Это тоже помогает дну бутылки сдерживать давление углекислого газа. Темно-коричневый цвет бутылок для портвейна это, чтобы защищать от прямого попадания лучей так долго настаивающееся содержимое. Вино лучше хранится в бутылках из темного стекла, но с помощью светлого стекла можно лучше показать цвет вина и его чистоту. Открываем бутылку вина. Чтобы открыть обычную пробку, вам нужно специальное средство, штопор. Он бывает разных форм и размеров. Используйте тот, что вам покажется удобнее. Мне нравится такой, у него есть лезвие, при помощи которого можно срезать капсулу. Это делается так. Плотно обхватите горлышко бутылки, прижмите нож к нижнему краю горлышка, держите нож, медленно вращая бутылку. Таким образом вы срежете фольгу, затем ножом убираете отрезанную фольгу, выбрасываете стопору. Затем задвигаете нож, отодвигаете это отделение и выдвигаете штопор. Берете его вот так, чтобы направлять пальцем, приставляете его к центру пробки, надавливаете, начинаете поворачивать по часовой стрелке, продолжаете вращать, пока он не войдет до конца. В этом штопоре есть створка, которую вы опускаете вот так. Крепко держите бутылку одной рукой, а другой аккуратно тяните пробку наверх, пока она не выйдет почти вся. А затем убираете ее. Винные бокалы Представляя вино, в конечном итоге мы наливаем его в бокал. Люди не понимают, что бокал тоже играет большую роль. Во многих странах для каждого вида вина используется специальный бокал. Посмотрите на эти бокалы, все они были специально созданы, чтобы подчеркнуть особые свойства вина. Обычно бокалы с круглыми выпуклыми боками используются для красных и выдержанных белых вин, например, шардоне. Такая форма позволяет вину распределиться по всему рту, чтобы вы полностью почувствовали его вкус. Вы сразу начинаете представлять себе лимон или лайм. Также бокал позволяет полностью ощутить фруктовый привкус насыщенных калифорнийских вин. Бокалы разных форм созданы для того, чтобы сбалансировать оттенки вин. Если у вас пину нуар более легкое, не такое выдержанное вино, вам нужно, чтобы его пряный и фруктовый аромат заиграл. Можно поднять этот бокал вот таким способом, когда вино попадет на заднюю часть спинки языка. Таким образом, вы лучше ощутите именно пряную часть вина. А если оно попадет на кончик языка, вам достанется больше фруктового аромата. Поэтому, если у меня есть выдержанное темное вино, а я хочу насладиться его фруктовой частью, я возьму такой бокал, чтобы вино попало именно на кончик языка. Это очень сложная наука. Однако, видите, чтобы наслаждаться вином, вам потребуется лишь правильный бокал. однако, с игристыми винами все по-другому. Эти вина живут недолго, потому что из них выходят пузырьки, поэтому нужно что-то, чтобы их задерживало. Поэтому вам нужен длинный бокал, округлая форма старинного бокала для шампанского позволит пузырькам улетучиться в одну минуту. А в таком бокале они будут сохраняться дольше. Многие производители игристых вин даже ставят специальную выемку на дне бокала. Попадая в бокал, пузырьки устремляются наверх. А эта выемка позволяет им делать это красиво. Аромат. Когда предлагаешь кому-то бокал вина и спрашиваешь о его аромате, никто не хочет говорить. Боятся дать неправильный ответ. Но если положить в стакан кусочек шоколада, все становится в порядке, это уже не пугает, а наоборот становится весело. Не нужно бояться говорить о вине. Несколько приемов помогут вам делать это проще, а может и помогут выяснить, что вам нравится в вине. Когда вы идете в ресторан и видите винную карту, вам становится страшно, что там 25 видов шардоне и у всех у них разный аромат. Но если вы знаете, что вам нравится, если вы можете это отличить, вы можете сказать, я люблю каберне с вишневым привкусом или что-то в этом роде. Возможно, в карте есть именно такое шардоне. Здесь в бокалах вы видите основные типы аромата, включая кофе, сою, даже грибы, все то, что окружает вино во Франции, то, что растет в близлежащей почве, даже традиционные способы виноделия, включая выдержку в бочках. Все это дает вам представление о качестве самого винограда и, соответственно, вина. У некоторых вин будет больше ягодного аромата, у некоторых белых вин больше цитрусового, в некоторых красных винах можно почувствовать специи, представленные здесь. Например, корицу и тому подобное. Причиной этого является время. Вино выдерживалось в бочках. Бочки были специальным образом обожжены, и это добавляет сладости вину. Ароматы дерева соединились с ароматами вина. Так что, если вы пробуете вино, и вам кажется, что там есть специи, это поможет вам определить, какие именно сейчас вы чувствуете аромат Мерло. Мерло выдержанного в бочке из американского дуба, что придало ему некоторый пряный оттенок. Когда вы его нюхаете, вы тренируете свой нос. Профессионалы даже добавляют в бокалы некоторые химические субстанции, которые дают определенный запах вина. Так виноделы тренируют свой нос, чтобы быть способными определять ароматы. Вы можете делать это и дома. Если устраиваете вечеринку или дегустацию, вам может не понадобиться столько ингредиентов. Можете взять всего десяток продуктов из своего холодильника, поместить их в винные бокалы, и начать угадывать ароматы. Цвет и чистота. Сначала посмотрите на вино. Если вы хотите определить его цвет, лучше всего взять белый лист бумаги или салфетку в качестве фона, чтобы лучше оценить цвет. посмотрите на бокал, на вино. Очень важна чистота вина. В нем не должно быть примесей, оно должно быть кристально чистым. Во-вторых, что касается цвета вина, определенные сорта, например, каберне, шардоне или сера, имеют типичный цвет и должны выглядеть определенным образом. Это каберне савиньон. Каберне савиньон темного насыщенного цвета, практически фиолетового. У шардоне должен быть легкий желтый цвет. Вы должны убедиться, что цвет соответствует типу вина. Белые вина бывают от соломенного желтого до насыщенного золотого оттенка. Более светлые вина делают в прохладном климате, а темные в теплых регионах. Белые вина с годами усиливают цвет. Исключение составляют белые вина, которые хранят в дубовых бочках. Очень сладкие вина обычно отличаются золотым цветом. Красные вина могут быть от розового до практически черного оттенка. Это зависит от сорта винограда и от типа климата. В отличие от белых, вин красные с возрастом теряют цвет. А что означают полоски, оставляемые на бокале? Струйки? Да, стекающие у вина. Они могут рассказать вам, как было сделано вино. Секрет заключается в том, как быстро они опускаются на дно бокала. Эти стройки дают понять, высок ли процент алкоголя или это просто сладкое десертное вино. Если сахара много, они будут спускаться медленнее, а если очень быстро, значит, процент мал, возможно, это сухое вино. Вращение и запах вина. Когда вы вращаете вино, в него попадает воздух, высвобождая аромат. Таким образом, вы почувствуете все оттенки вина. Люди не понимают, что 60% удовольствия заключается в винном аромате и только 40% в самом вкусе. Поставьте бокал вот так. А теперь медленно начните вращать вино, не отрывая бокала от поверхности. Делайте так. А затем поднимайте бокал, подносите к лицу и делайте глубокий вдох. Так аромат попадет к рецепторам, расположенным в носу. Чем больше вы вращаете вино, тем больше аромата высвобождается, тем больше вы можете почувствовать. Если смотреть на характеристики вина, в нашем случае Каберне Савиньон, люди описывают его как темную ягоду, например, ежевику, черную смородину, иногда вишню. С помощью запаха мы можем понять фруктовый характер вина. дегустация. Очень сложно пробовать вино, определять его компоненты, определить сорт. Легко определить сухое вино или сладкое, потому что людям проще понять это на вкус. Но когда пробуешь что-то с определенной кислотностью, ты не можешь сказать точно, можешь только понять, нравится тебе это или нет. Сколько вин, столько сортов винограда, столько градаций уровня кислотности. Это важно понять. Некоторые вина вообще могут показаться горькими, причиной этого может быть дуб. Определить горчинку в вине тоже сложно. Некоторые вина могут быть крепкими или легкими. Крепость зависит от процента алкоголя в вине. Вина с большим процентом алкоголя обычно крепче. Это обычные винные характеристики. Нравится ли вам крепкое или легкое вино, с кислинкой или терпкое, сладкое или сухое, богатый вкус, кстати, тоже зависит от процента алкоголя и уровня кислотности, но в целом от баланса между ними. Если вы можете оценить все эти параметры, тогда вы сможете действительно понять, что вам нравится в вине. На большинстве заводов дегустация проходит в определенные часы или по записи. Иногда она бывает бесплатной, но в основном взимается плата. Чтобы узнать больше, посетите сайт винного завода. Завод Blackstone. Во время визита в завод можно купить вино лимитированного выпуска, которые не продаются в магазинах. Вы можете найти вино, которое уникальное или производится в ограниченном количестве. Вин очень много. Но когда мы находим уникальное вино, которое доставляет большое удовольствие и обладает превосходными характеристиками, мы выпускаем ограниченную серию бутылок. если вы хотите их купить, обращайтесь напрямую в Blackstone. На многих заводах можно устраивать пикники или праздничные мероприятия, например, концерты, шоу, званные обеды и образовательные классы. Винный клуб очень важны. Они помогают напрямую общаться с потребителями. Обычно мы работаем с дистрибьюторами. Дистрибьюторы продают вино магазинам или ресторанам, а те уже работают с потребителем. В винных клубах на дегустации мы можем общаться непосредственно с потребителем, понять, что им больше нравится. Они могут подробнее ознакомиться с нашей продукцией. Винные клубы это здорово. Члены этих клубов получают скидки, информацию о всей новой продукции. Два раза в год завод проводит для них мероприятия, так что мы постоянно общаемся. Домашняя дегустация. Вы можете устроить дегустацию и дома. Закройте бутылку, если хотите сделать это вслепую и устройте общее соревнование. Вы можете узнать винный регион, разные сорта винограда, но можно устроить дегустацию шардоне. Взять калифорнийское шардоне, даже из разных мест, например, Санома, Санта-Барбара, из французской Бургундии. Можете сравнить их. Вы дегустируете один вид винограда, возможно, вам понравится его сухость, его аромат, возможно, вы выберете регион, который вас устраивает, то есть, когда вы выбрали любимый сорт винограда, вы можете выбрать регион, который делает из него вино, которое вам нравится, узнавая что-то новое. Лучше начинать с сухих, легких вин, например, Божеле, а потом уже перейти к винам типа Каберне, Мерло, Пену-Нуар, Зинфандель. Также лучше пробовать вина одного года, потому что с годами вина меняются, их становится сложнее сравнивать. Также лучше запастись фруктами и, конечно, сыром. Сейчас в мире множество разных вин, даже вина из Южной Африки, да со всего мира. Потрясающее многообразие. Если я говорю про Сувиньон Блан, это может быть Сувиньон Блан из Новой Зеландии, Калифорнии, Южной Африки, из южной части Франции, из долины Луары, Австрии. Теперь можно пробовать вина из одного сорта винограда, производимый в разных частях света. Это здорово. Игристое вино. Как ты с шампанским? Да, мэм. Многие ассоциируют шампанское с праздным образом жизни, с торжественными поводами. За свадьбу. А также праздниками. Потягивать шампанское значит наслаждаться жизнью. Но настоящее шампанское делают только во французской шампании в 90 милях к северо-востоку от Парижа. В этом прохладном климате на меловой почве шампанское производится аж с конца 16 века. Сегодня около 110 винных заводов производят шампанское из винограда выращиваемого на 15 тысячах виноградниках. Шампанское делают из шардоне, пино-нуар и пино-минье при помощи технологии двойного брожения, известной как метод шампенуа или метод шампанского. Некоторые производители за пределами шампани тоже используют этот метод для производства качественных игристых вин. Одним из таких виноградников является знаменитый Шрамсбург в Калифорнии. Шрамсбург открыл в 1862 году немецкий виноград Джейкоб Шрэм, кто был один из первых заводов в долине Напа. А первым виноделом здесь был Чарльз Крю в 1861 году. Многие немецкие виноделы приехали в долину Напа в этот период во многом из-за климата, сходного со средиземноморским, и стали производить высококачественные вина. В основном выращивали красный зенфандели белый рислинг. Эти заводы процветали до 1920 года, пока производство вина не было запрещено. Практически до 1933 года. Исключением стали заводы, производящие медицинскую продукцию по государственному заказу и вино для религиозных церемоний. Одним из таких заводов был Фриморк Дебби, построенный в 1886 году Жозефиной Марлин Тайксон, первой женщиной виноделом в Калифорнии. Джейкоб Шрэм умер в 1905 году. Завод пустовал, пока Джек и Дженни Дебби не купили его в 1965. Они нашли этот Шрэмсбург с его пещерами, уходящими вглубь холмов на несколько миль. Всему оборудованию тогда было практически сотни лет. Они отправились в Шампань, чтобы понять, как это место должно выглядеть. Когда они вернулись в Напу, здесь было около 20 тысяч заводов. Сейчас их около 400. В то время никто не производил высококачественные игристые вина, такие как во французской Шампании. Из Шардоне и Пенунуар. В 1972 президент Никсон взял шрэмбургскую бутылку Блан-де-Блан, игристые из винограда Шардоне, в свою поездку в Китай, где поднял тост за мир с премьером Джоуэн Лайн. С тех пор президенты всегда пьют игристые из Шрэмбурга на торжественных церемониях в Белом доме. Его пьет и британская королевская семья и лидеры держав. Шрэмсбург также проводит около 80 дегустаций по всей стране, чтобы познакомить людей с прекрасным игристым вином. Это делается, чтобы определить предпочтение. В результате мы узнаем, какое игристое пользуется самым большим спросом. Карта поможет показать вам, где все начинается. Посмотрите на карту. Желтые точки виноградники Шардоне. Красный Пино-нуар а в синих точках мы делаем Демисек. Это особый сорт вина. Мы работаем с 83 виноградниками, у которых специальные условия роста, технологии сбора. Так мы получаем где-то от 150 до 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 вина. Начинается изготовление вина. Вино бродит в баках и бочках, а потом мы смешиваем эти вина. Весной мы разрабатываем методы смешивания. Мы получаем 8-10 разных вариаций, которые потом будут разлиты по бутылкам. Некоторые будут основываться только на шардоне, например, блан де блан, а некоторые на пину нуар, блан де нуар. Это шампанское брюд, сухое шампанское. Смесь разливают по бутылкам где-то в апреле, мае и июне, добавляя немного сахара, чтобы повторное брожение проходило в самой бутылке. Готовые бутылки хранятся вот так. Вы сами видите, в этой стенке два ряда бутылок. Да, здесь почти тысяча бутылок. Из-за добавления сахара вино будет бродить уже в самой бутылке где-то две-три недели и станет игристым. Затем мы оставляем бутылки на выдержку. При этом вино разовьет нужные характеристики. Вино может выдерживаться два, три, четыре года, пять, шесть лет. В особых случаях мы можем делать это десять или двадцать лет, а даже больше. Как только мы убедились, что вино достаточно долго выдерживалось и обладает нужными характеристиками, мы переходим к следующей стадии. Бутылки помещают на полку минимум на две недели, чтобы содержимое обрело нужную консистенцию, устоялось. здесь остались дрожжи, которые нужно переместить в горлышко бутылки. Этот дрожжевой усадок нужно убрать. По-французски это называется ремюаж. Можно делать вручную или автоматически. Машина делает это быстрее, но не так громко, как профессионал. Обычно бутылки держат здесь шесть недель. За это время их поворачивают три раза. В ходе таких операций дрожжи смещаются в горлышко бутылки. Я помечаю бутылки мелом, чтобы иметь ориентир. Пометив донышко, я ставлю первую отметку, затем еще одну повыше, потом ставлю третью снова низко, четыре, пять, шесть и семь. получается так, с шестой отметки мы снова возвращаемся на восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Это то, что происходит с бутылкой за три недели. Я ставлю ее так, а потом немножко поворачиваю, я следую своей схеме, потом двигаю бутылку еще раз, после шести месяцев бутылка будет стоять так. Пять дней в неделю я поворачиваю бутылки. Каждый год он поворачивает около двадцати восьми тысяч бутылок игристого вина. После того, как дрожжи собрались в горлышке бутылки, их удаляют при помощи специального процесса. Он называется дегоржаж. Мы снимаем с бутылки крышку после того, как горлышко заморожено и убираем лед вместе с его содержимым. В итоге у вас чистая бутылка вкусного игристого вина. Последний шаг досаж, то есть добавление немного сладости, чтобы смягчить кислоту самого вина. Затем мы втыкаем пробку, запаковываем горлышко и вино наконец отправляется на продажу. Досаж определяет, насколько сухим или сладким будет вино. Существуют разные виды игристых вин, сделанных по методу, разработанному в шампании. Самым популярным является брют. У очень сухого шампанского больше сладости, чем у брюта. И более нежная структура. Сек немного слаще, демисек сладок, а дукс очень сладкое. Эти вина лучше пить после обеда. Шампанское также можно разделить на легкое, среднее или тяжелое. Это касается веса вина у вас во рту. Когда я начала пить шампанское, мне рекомендовали выпить его сразу же. Оно не выдерживается. Однако на заводе меня научили совсем другому. Шампанское лучше приберечь. Купите бутылку на рождение ребенка, а потом откройте ее на его совершеннолетие. Шампанское хорошо хранится при условии соблюдения всех параметров. Круглый год нужно поддерживать прохладную температуру 10-14 градусов. Если у вас нет подвала или подходящего холодильника, можете хранить его в туалете при условии наличие внешней стены. Главное темное место, никаких вибраций. Также обращайте внимание на состояние пробки. Температура в холодильниках для вина 13 градусов. Шампанское кладется на самую нижнюю полку. Сверху белое вино, а на верхнюю красное. В обычном холодильнике температура около 5 градусов. Для шампанского это слишком холодно. Вам придется выпить его в течение месяца. Когда достанете из холодильника, дайте ему 10 минут, чтобы привыкнуть к комнатной температуре. Тогда его можно подавать на стол. Я бы хотела показать вам, как правильно открывать бутылку шампанского. Сперва вам нужно найти завязку. С ее помощью вы снимаете фольгу. Вы смотрите на бутылку и видите эту проволочку. Она есть на всех бутылках шампанского во всех странах. Ее нужно повернуть ровно 6 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Поместите проволоку между пальцами. Держите крепко правой рукой, поддерживайте днище бутылки и поворачивайте. Вы вынимаете пробку. Вы не должны дергать, чтобы она не сломалась. Как только вы почувствуете давление возле пробки, очень мягко потяните пробку на себя. Вы услышите легкое шипение. Вот бутылка открыта. Она похожа на содовую, так как в нем есть газ. Если вы просто плеснете его, оно будет сильно пенится и вытекать. Чтобы этого избежать, наклоните бокал под углом 45 градусов, медленно начните наливать шампанское по стенке бокала, так у вас получится красивая пена, не вытекающая из бокала. Шампанское лучше хранить при 14 градусах, отличная температура. У шампанского должна быть красивая пена. Все пузырьки должны подниматься вверх. Чем меньше пузырьки, тем лучше вино. В каждом бокале шампанского будет где-то миллион мельчайших пузырьков. шампанского если вы не допили бутылку шампанского ее нужно закрыть, чтобы вино оставалось свежим. Вы вставляете пробку, давите вниз, а потом прижимаете ножки к горлышку. Эти ножки плотно удерживают крышку, держат бутылку закрытой, препятствуя попаданию внутрь воздуха. Так оно может стоять пару дней. Если вы пробовали вино, основанное на шардоне, вы должны были заметить, что вкус тяготеет к зеленому яблоку и лимону. Она идеально подходит к рыбе, суши и даже к устрицам. Если вино долго выдерживалось, вы увидите, что зеленое яблоко трансформировалось в печеное яблоко с легким оттенком ванили. Его хорошо подавать к искалопам, гольцу, крабу и рыбе. В эгристом блануар 87% пино-нуар и 13% шардоне. У пино-нуар очень вкусный карамельный привкус. Я рекомендую пить его с уткой, говядиной и фуагра. Это наш резерв. Высококачественное игристое, в котором две трети пино-нуар и одна треть шардоне. Оно хранится в наших пещерах шесть лет. У него очень сладкие, глубокие карамельные ноты с легким привкусом свежих ягод. Лично я люблю подавать его в день благодарения с жареной индейкой, с цыпленком, с копченой ветчиной и сыром дор-блю. А также средиземноморской курагой. Я подаю его на Рождество с запеченной бараниной ногой. Эта пища идеально подходит данному типу шампанского. Мое любимое. Заказываем вино. заказать вино в ресторане сложно, особенно когда официант дает вам огромную винную карту. Если вы знакомы с управляющим, распорядителем, дайте им знать, какой тип вина вам по вкусу, что вы будете заказывать, какую цену вы ожидаете увидеть. Вы можете сказать, что любите определенный тип и попросить показать вино в разных ценовых диапазонах. Это создаст впечатление того, что вы не стеснены определенными денежными рамками, что у вас все-таки есть кое-какие деньги. Вы вращаете вино, вдыхаете аромат, потом пробуете. Знакомство с вином начинается именно так. Вам описывают характеристики и вина. Возможно, именно этого вы от него и ожидаете. Если вам не нравится, вы можете задать вопрос. Несколько странный вкус. Вы попробуете? Менеджер сможет сказать вам, нормален этот вкус или нет. Это естественно, что вино может портиться, оно может горчить, что-то может пойти не так во время хранения, с вином может произойти всякое. Тут уж вы должны решить, готовы вы на это согласиться или нет. Сочетание вина и еды. Говоря о сочетаемости еды и вина, здесь все очень гибко, нет абсолютных табу, есть только общие правила. Обычно в ресторане знают, какие виды вин, с какой пищей можно подавать, но здесь уже дело вашего вкуса. Вам следует запомнить следующее. Во-первых, если вы берете крепкое вино, хранившееся в дубовых бочках, будьте осторожны с острыми блюдами. Особенно дело касается китайской кухни, мексиканских блюд, привкус дуба и алкоголь усилят вкус блюда. Поэтому будьте осторожны с винами с высоким процентом алкоголя. С другой стороны, легкие и кислые вина можно пить практически со всеми блюдами. Но если у вас очень кислые блюда, например, в нем много томатов или это винегрет, вина с низким процентом алкоголя будут очень плохо с ними сочетаться. вы можете посмотреть на блюдо, представить его компоненты, возможно, их вы сможете найти и в самом вине. Возьмем к примеру стейк. Вам интересно, почему он так хорош с Каберне-Савиньон? В стейке много протеинов и жиров, которые помогают смягчить терпкость Каберне-Савиньон. Каберне-Савиньон, поэтому они так хорошо сочетаются. Сладость тоже важна. Сладкие вина хороши с солеными блюдами, так что если у вас есть суши, а они соленые либо из-за соевого соуса, либо из-за ингредиентов, сладкие вина помогают смягчить солоноватость соевого соуса и самих суши. Для этого идеально подойдет немецкий рислинг или что-то подобное. Есть общие правила, такие как красное вино с мясом, белый с рыбой, но сейчас они устарели, и некоторые вина, например, Пино-Нуар, можно подавать и с рыбой, и с мясом. Мерло, другое красное вино, очень легкое, по-моему, вполне подходит рыбе, поэтому если вам нравится красное вино и рыба, это нормально, можете употреблять их вместе. Его также хорошо пить с цыпленком, и с легкой закуской. А что касается десерта, важно, чтобы ваше вино было слаще блюда. Та же ситуация, сладость десерта уменьшит сладость вина, если вы хотите ощутить приятную сладость, следует поступить именно так. Марки вин выбирая вино, порой очень трудно решиться, поскольку потребителя смущает обилие марок. Итак, как выбрать, что говорит этикетка? Возьмем бутылку и ознакомимся с этикеткой, чтобы понять, что мы покупаем. Первым идет название винного завода. Здесь это Ревенсвуд. Затем идет название купажа. Заводы делают разные категории вин. Эта надпись помогает нам определиться. Далее год урожая. Именно в этом году был собран виноград, из которого было сделано это вино. Далее написано Калифорния. Это винная область. Именно там был собран этот виноград. Последнее слово. Зинфандель. Это сорт винограда. Именно по сорту классифицируются американские вина. Винные области в США, места, где выращивают виноград, например, долина Напа, Сонома, Лодай, Мендочино, Монтерей. На этой бутылке производитель Вудбридж. Категория отборное вино от Роберта Мондави. Известный винный завод. Ниже более конкретная информация. Виноград был собран в 2003 году в районе Лодай, расположенном в Калифорнии. А уже в районе Лодай есть место Роддётридж. Это название особого виноградника. Сорт винограда Каберне-Совиньон. В Калифорнии требуется указывать содержание алкоголя на этикетке. По закону процент должен быть с половиной. Например, 13 с половиной, 11 с половиной. Вы также можете выбрать вина из южного полушария, из Австралии, Чили, Новой Зеландии. Есть вины из Франции, Германии, Италии. Все зависит от того, как вы поймёте то, что написано на этикетке. Давайте посмотрим. Это вино из Австралии. Вы видите производителя. Элис Уайт, видите год, 2005, год сбора винограда. Мерло, сорт винограда, из которого сделано вино. Здесь написано австралийский продукт. Это указывает, что вино сделано в Австралии. Конкретно в юго-восточной Австралии. Посмотрим на Новую Зеландию, известную своими Соминьон Блан и Шардоне. Манки Бэй производитель. Внизу мы видим, что вино из Новой Зеландии. Вино было сделано из винограда Шардоне. Здесь указан год урожая, 2004. Вы видите, что этикетки вин из Южного полушария, Австралии, Новой Зеландии похожи на калифорнийские. Поэтому вам легко разобраться, и вы можете спокойно покупать их. Европейские марки вин. В Америке вина классифицируется по сорту винограда. Зинфандель, Шардоне, Каберне, Мерло. В Европе все по-другому. Там классификация идет по областям. Шампань, Бордо, Бургундия, Янти. Это географические области, в которых был выращен виноград. Сейчас покажу пример. Это вино из Италии. Имя производителя Борджиани. Область в Италии, где было изготовлено вино Кьянти. Это год, когда виноград был собран. Ниже написано, что оно было сделано в Италии. Кьянти это область в Тоскане, Италия. Там вырастили виноград. Здесь не написано, из какого винограда оно сделано. Но так как это Кьянти, значит это сорт Сан-Джо-Везе, которая растет практически во всей Тоскане. Теперь у нас Германия. Здесь посложнее. Здесь у нас название завода Доктор Лусен. Год 2002. Дальше все сложнее. Маркировка в Германии отличается от всех остальных. Здесь Крачер. Это деревня, в которой вырастили виноград. А Химмельрай название отдельного виноградника. Дальше мы видим, что сорт винограда это рислинг. Шпатлезе означает, что вино сделано из винограда позднего сбора и обладает сладостью. Немцы разделяют вино по главному принципу. Сколько в нем сахара, насколько зрелым был виноград. Посмотрим, откуда оно. Мозель Саар Рувер. Это большая область в Германии. Напоследок поговорим о французском вине. Здесь много информации. Но опять-таки французы, как и немцы с итальянцами распределяют вино по области выращивания винограда. В этом случае это бургундское. Это красное бургундское, значит, оно сделано из пинонуар, но это не указано на самой этикетке. Здесь указан завод-производитель Февле. Вино из виноградника Кортон. Клодо Кортон Февеле. Они же написаны Гран Крю. Так классифицируются виноградники в Бургундии. Гран Крю это самая высокая категория виноградника. Потом идут премьер Крю. На горлышке мы видим год. 1996 год. Это год сбора винограда. Обратная этикетка. Если вы не знаете разницы между разными винными заводами, можно прочитать об этом наоборот. Иногда там бывает написано вкус вина, о том, с какими блюдами его лучше употреблять, также телефон завода и сайт в интернете. Здесь написано, что вино сделано из зинфандели. какое оно насыщенное, темное и фруктовое. Рассказано, как его готовили, как хранили в дубовых бочках. Также здесь указано, как можно связаться с заводом. И нарисован торговый знак самого завода. Покупка вин. Теперь, когда вы знаете, какое вино вам нравится, какие свойства вы цените, вы можете идти в хороший винный магазин или к продавцу, имеющему большой качественный ассортимент. Если вы выбираете венок в еде, спросите об уровне цен вашего поставщика, скажите о ваших предпочтениях. Большое количество информации облегчит выбор. Не бойтесь задавать много вопросов. Хранение вина. К сожалению, не у всех есть винный погреб, где можно правильно хранить вино. Но вино можно безопасно хранить в разных местах. Вначале нужно найти помещение со стабильной температурой, например, в туалете или даже под кроватью. Старайтесь избегать значительных колебаний температуры. Колебания на 5 градусов нормальны, но когда мы говорим о 20, это уже плохо. Это сказывается на качестве вина. Нужно защищать вино. Вино нужно хранить в таком положении. Вы видите, так остается зазор между пробкой и самим вином. Если вино будет касаться пробки, оно начнет сжиматься. Воздух проникнет в бутылку и испортит вино. Поэтому вино стоит хранить либо так, положив его в специальную коробку, но нежелательно хранить вино, поставив его на горлышко. Это исключено. Вино следует хранить при постоянной температуре, стараясь не перемещать. Соблюдение всех этих условий позволит ему храниться длительное время. Надо сказать, что американские белые вина могут храниться всего пару лет, а уже Кабернеса Виньон и другие красные вина могут храниться десятилетиями. Попробуйте хранить вино пару лет. Тогда вы узнаете, как изменится вкус и узнаете, каким задумывался вкус изначально. Где узнать больше? В нашей стране много программ. Они дадут вам полное или поверхностное знание о вине. В долине Напа есть, например, американский кулинарный институт, известный своими традициями. Здесь вы можете посетить курсы, дающие информацию об определенных областях или сортах винограда, сочетании вина и пищи. Занятия проводятся профессионалами и длятся от одного до четырех дней. Есть программы, включающие базовый курс на два дня, обучающие дегустации, дающие информацию о мировых винных областях. Вы можете узнать, как делают вино, как его хранят. Думаю, возможностей очень много. Есть веб-сайты, есть встречи с производителями вина, даже на самих заводах. Все это может дать вам возможность узнать больше. Думаю, чем больше вы узнаете, тем больше вы цените этот продукт.